Молится, Наташа, Никита. Я буду идти, она сейчас обогнута. Сейчас ты первый зато, что молитесь. Царю небесным, утешителю души истинной, Их жизни здесь, и вся исполняй, Сокровище благих, и в жизни подателю Приди, вселися вны, и очистены от всяких склянных, И спаси, блажь, души наши. Спасибо, Господи. Господи, благослови эти занятия. Не дай уклониться ни на право, ни на лево От истинного понимания божественных словес твоих, Изложенных в Священном Писании. Благодарим тебя за тех людей, Которые перевели нам эти слова, сохранили. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Это, братеньки, подними сумку, Никогда не на пол будешь не кладить. Если надо, постираем ее тебе, Никогда на пол вообще не ставим. Сергей, за нас. Не надо это. Все, зайчик. Крандасиков там. Игорь. Нету. Крандасов. Хамазки и долючки. Ну-ка, быстрее, Игорь. Где остальные? Посадитесь. Потом уберете все с того. Дальше. Какое место? Найди там. Хорошо. Садитесь тут скорее, чтобы начать не было. Так, перед самым началом тут объявление хочу дать. Необычное, в общем. Я не пойму, куда Игорь делся-то? Игорь, куда ушел? Ну-ка быстро, слушай, всех собирай. С той стороны, Лена. Лена, с той стороны, он сядь теряешься. Там обычно. Сейчас я боюсь, что мы посмотрим, но она убедится бежать. Чтобы нам не бегать перед самым. Рассаживайтесь. Садись, дети убежали все. Везли их. Она приходила. Без него, говорит, начинайте. Я не понял, куда он делся-то? Ну, что-то вышел он на улицу. По нужным. Ну, ладно. Что-то сегодня мало у вас. Остальные сюда заходите, Галя. Заходите. На трапезу духовную. Я тороплю вас, скорее, чтобы брен оставалось на занятия больше, на благовестие. Заходите сюда. А то уходят, толкутся, привыкли просто опаздывать. Это можно маленько попозже сделать. Ну, все, а там с детишками, там все, больше никого нет. Погоди здесь. Так, у меня объявление сегодня небольшое. Мне написал брат Сергей письмо и говорит, вот Сергей Пупков, он считает, как мантры. Ну, мантры считает. Ну, где? Потому что Сергей ведет здесь занятия в последнее время. И дома по скайпу. По скайпу его никто заменить не может, потому что это его аппаратура. Из дома он устанавливает связь. Я понял, что речь идет именно об этих занятиях. Пусть считает Никита. У него уже получается. То есть, я это легко могу сделать. Сейчас так пальцы перекинуть. Если Ульяна будет на другом месте сидеть. Так, вы не против? Если занятие сегодня проведет пробный пока Никита вместо Сергея. Граждане. Ефесянам 1.18 Громче. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его от бывшей буквы. И какое богатство славного наследия его для святых. Толкование. То есть, к какому пованию мы призваны? Ясно же, что к усыновлению и к наслаждению небесными благами. И к тому, чтобы главный в нашей был Христос. Но поскольку это есть будущее, то и нужно духовное откровение, чтобы узнать его. И это, как еще неизвестно, имеет нужду в откровении духа. Какие именно блага наследуют святые, ибо велики они. Посему и называют их богатством славного наследия. То есть, несказанной славой, превышающей понимание. А наследием это называют потому, что оно еще будет дано сынам. И нестолкование. Так, кто может повторить? О чем читали сейчас? То есть, меня попросили по интернету, чтобы Никиту посадили в насосердия. Да, я слышала, я знаю. Ну, я поэтому не самовластую, а попросил Ваше благословение разрешения. О чем говорится? Ты сам перескажи своими словами. Не теребить, я не надо это. Не теребить книгу. Говори, о чем ты считал сейчас? Мужик Христос дал нам познание к тому, к чему призваны. То есть, какую дал вам благодать, наследие к вечной жизни. То есть, мы в этом должны постоянно возрастать, чтобы прийти к познанию. Так, еще сущие, то есть, которые к Новому Завету относятся. Прочитаю где-то курсируем уже, но еще раз, слушайте. Посему и называют их богатством славного наследия. То есть, несказанной славой, превышающей понимание. Ты только ваше считаешь? Сущие, то есть, основное. Сущие. То есть, коренное, что потом толковать. Толкование не надо считать, а только сущие. И просветил Отче сердца Вашего, чтобы Вы познали, в чем состоит надежда и призвание Его. И какое богатство славного наследия Его для святых. Ничего себе. О чем речь идет здесь? Невероятно. Наслаждение будущими благами, как я понимаю, в Царстве и Небесной Рае. На первом месте что? Благо, благо, благо известно. Но как увидеть, узнать? Перед этим что должно быть? Полное доверие Слову Божьему. Всех люблю, никого не осуждаю. Кавычки закрыты. Всех люблю, никого не осуждаю. То есть, сплошняком это записано. То есть, мне абсолютно безразличие, что сдохните все хоть сегодня. Вот как это переводится. Всех любить невозможно. И как его любить-то, когда он совершенно не достойный даже того, чтобы этим именем его называть-то, как он назван. Господь и говорил, что любить Иуду. Этого нигде нет. А вот сегодня Преосвященный Каин, допустим, стоит. По ноге на нем надета. И там Высокопреосвященный Иуда стоит рядом, сотрудник ЭГБ. Они нас не просветят. У них другая задача стоит. Другая. Я не называю где это. У католиков, у Григоряна, Армян. То есть, это возможно где угодно. И это было. Выше любого митрополита апостол. И он оказался Иудой. Но выше всего это первые люди были. От Адама. И один убивает другого. А они могли быть священниками, епископами, митрополитами. Просветил, а дальше уже все понятно. К чем просветил? Словом. Вы слышали, брат Игорь сказал? Словом. А если слово было спрятано, не давали его, что 140 лет воюет против перевода русского. 140 лет. Не могут задушить никак. То, наверное, что-то это означает. Значит, слепота была. А так что мы слепы? Он говорит, если бы слепы были, то знали, то не были бы виновны. А так что мы слепые? А Господь говорит, я пришел для того, чтобы не зрячие видели, а зрячие сослепли. Вот оно все здесь. Зрячие видеть. Видеть сердцем надо. Почему в Салмоперсе Давида написано? Однажды сказал Бог. И дважды я слышал это. Что, эхо раздалось какое? Однажды Бог сказал. А слово «приди» в Библии насчитывается, говорит, 1900 раз. И ни разу не расслышали. Игорь, говорите. Видишь, сколько здесь. Я хотел сказать, что послушал я этих, которые там против Игнатия, на ченопатке делают, там Дудин и еще там священники. И хочу сказать, что они бы ни одного звука не издали. Ну так Господь делает, просто это мы знаем. Если бы в том, что они делают, Господь нечто не предусматривал. Я думаю, это для того, чтобы как можно больше людей узнали. Вот Игнатихнович часто говорит об этом. Его там спрашивают, как вам КГБ повредило? Ну, хотят КГБ, чтобы устами Игнатихновича, эту организацию, понятно, еще раз поставить перед судом истории. А он говорит, а как они меня, говорит? Они меня, говорит, прославили, только сделали известным на весь мир. Так и здесь, я думаю, просто Господь их не убивает, этих людей пока еще. Держит, чтобы через вот их это помело, простите, ну то, что у них во рту вот этот язык движется, чтобы распространение было. И мы вот сейчас видим, что и наполняемость даже эфира стала больше в интернете. Людям все-таки вот нравится нечто такое, скорейбное что-то. Но через это как раз и люди приходили ко Христу. Ведь кровь христиан была семенем христиан. Может быть, через это начинается постепенно, а дальше Господь воздвигнет мучеников прямо вот из нашей среды. Ну, я так предполагаю. Поэтому главное вот это просвещение Словом Божьим, что было. А они вот эти, ну не знаю, как их назвать, но нападальщики вот эти, хулители Игнатих Игнатих, они на него нападают, а что говорят? Они Слово Божие это не берут. Они берут одно Слово его и повторяют многократно. И получается, они как сами себя зазомбировали уже. Им бы тогда брать целое предложение, то, что Игнатих Игнатих говорит, допустим, по Слову Божьему, и это предложение постоянно повторять, да разбирать его еще. А они берут какое-то одно Слово. Допустим, мой сайт, а не, мой сайт, мой сайт. Ну, а что такого? Тут мой сайт. Ну, это вот моя машина, мой ребенок там и так далее. Мало ли чего, есть моего. Ну, это действительно сайт Игнатия Тихоныча. Кто будет опровергать это? Ну, с другой стороны, он опять это говорит, как бы говорит, в безумии говорю вам. Ему-то охота, чтобы это был всех сайт. И он радуется, когда кто-то говорит, наш сайт. Говорит, это значит, человек к себе тоже присваивает, присвояет это, хорошо, продолжил. Так, Хлоу сказаться, вы не знаете. Как только они начали там какие-то рождественские чтения, и докладчик один прямо против, вот, учения, Лапкин, там, против, посещаемость форума сразу увеличилась в 20 раз. Ничего себе. Если до этого была тысяча, то на следующий день 20 тысяч пришло людей. Я до того удивился, я говорю, братья, под что делать? У меня никогда этого не было. Вот, гляжу, там, 320, 330 человек, и вдруг гляжу уже 500. Я говорю, что такое, откуда? Гляжу тысяча, вторая, четыре, вечером пять с половиной тысяч, шесть тысяч шестьсот. Ровно в 20 раз. Почему? Любая антиреклама есть реклама. Мне еще про ректор Семкин сказал. Любая. А они ничего не знают. Вот вы дергиваете слова, как говорит. Вот он, когда в лагере были, это попутно сказать, чтобы знали-то, я говорю, если у человека стоит цель, а он именно достичь его должен-то, он будет сминать все на своем пути. А если кто-то стоит и мешается, у него задача не на противника смотреть, а достичь цели. У него задача была поставлена взять Москву. И поэтому ни на какие потери, Гитлер сказал, не смотреть, взять Москву. Так, и остается только убить и погубить, кто на пути стоит. И когда я давал интервью в лагере, то я сказал, убить и погубить, только остается, если он эту цель имеет. Но у нас цель такая, и дальше я говорю. Но я взял два выражения. Из Виктора Гюго, кажется, из Анна Златоуста, и из Достоевского. Соединил две вправо. А он не понимает, он обыкновенный человек, бывший летчик-то. Он взял, оторвал, убить и погубить. Дальше раз говорю, убить и погубить. И опять мои слова, убить и погубить. И все говорят, ну надо же. Человек убивает все время, и какие-то детские лагеры. Да как ему детей дают, когда у него только убить и погубить. Он выдрал, а потом суд будет, и все это размолотит, и от них праха не останется. Так и это, ну, сказал бы все, только делу. И далее просвещение через слово началось. Через слово, но в стихе 17 сказано, что Отец славу дал в Духа премудрости и откровение к познанию Его. То есть Духом премудрости, не просто Словом. Если нет, Духа премудрости, Слово не поймет человек. Многие Библии есть, читают, не понимают и не рождаются свыше. Так, ты не промочи под нос, погромче говори. Так, скажи, Духа премудрости. Ты можешь отличить Дух знания и Дух мудрости? Ну, только через Слово Божие. Знания и мудрости. Слово Божие различает, в 14 главе, 1 калифа. Знания и мудрости. В чем отраза? Одно мудрости знания, а другому мудрости. Значит, разница есть какая-то. А в чем дело? Одно мудрости знания, почему это по теме сейчас, а другому мудрости. Ну, там про топор еще написано, интересно. А знаете, есть такая поговорка, говорит, что вот, бывает на пути яма. И говорят, человек, у которого знания есть, так кажется, я может ошибусь, скажу. Он говорит, знает, как вылезти из ямы, а мудро знает, как не попасть туда. То есть, он все варианты берет, объехать, поставить вешки, другой не попал. А этот знает, рухнул, он точно упадет. И теперь он начинает мудрить, там всякие ямки делать. Зачем ногами засыпиться, руками вылезть. Ох, какая мудрость. Да ты зачем, дурак, залез ты туда? А этот ходит все время рядом и ни разу не попал туда. Вот и все. Ошибся. Мудрость. Мудрость просчитывает все варианты. Он решил, Соломом, вот ребенок, ну как узнать-то, генетическая экспертиза нельзя, это мой ребенок, а там мой ребенок, а мертвый лежит, никто его не берет. Он тогда что, просто сказал, по-человечески, пополам. Это написано было, если бык твой, забодай чужого быка, а ты знал, поэтому рубите пополам, а быка отдай. А как так? Очень просто. Берите ребенка пополам, рассеките, отдай двум женщинам, то и другое. А которая-то не мать-то. Он уже просчитал, что они мать согласно мой мертвый, пусть и твой будет мертвый. Рубите. А мать не надо, отдайте ей, отдайте. Это мать. Я даже говорил вам, что у меня голубь-то повыше нырел голубя-то. Еще новость. Сегодня я сейчас прихожу, они же не кормушка-то там внизу стоит. Пить-то там, я говорю, в столовую ловлю туда, гляжу, он как пуля выскочил. А мать-то снизу соскочила, оказывается, он матери, я пойду гулять пока, а ты, мать, смотри, чтобы эти дети-то наши взрослые, дэнди-то не зашли туда. Она ему как дала, он так и вылетел. Я гляжу, а у нее там вчера червищок вывелся, на двоечка еще лежат. Они оба вчера договорились и бьют детей, и вышвырят. Они сейчас сидят пригорюнили, вдруг околадружки, они еще жить-то толком не умеют. Но теперь я для них мамка и папка, тядька. Вот как. Как они это передали в один день-то? Он вчера, видимо, вечером только у ней проклюнулся, и они сразу объявили войну, все, вы не нужны. Да мы не тронем, надеемся на вас, а подойдете, заклюете. Пошли вон отсюда. Водиться не умеете, а будете его душить подушками. Я не вышвырнули. И они сейчас наверху у меня на книжках сидят, а то вы пригорюнились такие. Понимаешь, какие уроки можно взять? Елена, говорите. Ну вот был вопрос, знание и мудрость разница. Погромче. Знание и мудрость разница. Я считаю, ну как, вот, мудрость это все-таки в нужном направлении пустить свои знания. Знание это знание, а мудрость это... Вышесказанное казалось будущего. Теперь же говорит о бывшем уже, чтобы от всего и стало то достоверным. Что же это такое? То, говорит. Мы уверовали, ибо это требует откровения, чтобы вы яснее это поняли. Итак, что же, разве не сознали ефесяне, что уверовали? Конечно, сознавали, но не так, как говорит теперь. Ибо нелегко это знать, потому что нужна великая сила переведить душу и отвратить заблуждение. Такая нужная сила, какого не требует для воскрешения мертвого. Ибо мертвых одним только словом воскрешал Господь. Но иудеев не убедил даже многими величами и удивительными делами. Посему и говорит, что и для этого имеем нужду в откровении Духа. Дабы понять, что принятие нами веры съесть дело великой силы и действия Божия. И как Христа воскресил Он из мертвых, так и нас, бывших мертвыми, воздвиг от неверия. Посему и назвал это безмерным величием могущества и державной силы. Ибо когда ничего не достигли пророки и все творения, и видимое, научаясь своим благоустройством, и невидимое в лице наставляющих и разумляющих ангелов, тогда неожиданно мы получили спасение. Не спеши, ты очень спешишь. Раз задай, быстрее его считаешь. Тут уже не мантра, а православное, Господи помилуй. На одном дыхании 40 раз. Тише, четко, ясно, с расстановкой. Слова воздействовало во Христе, разумея, сказанное в человеческой природе. Ибо восставший из мертвых есть человек, хотя и был он соединен с Богом. Можно? Можно. Я хотел сказать, тут как вначале сказано о том, как человек должен родиться свыше. Ну то есть Господь все для этого сделал, чтобы человек родился, чтобы он познал дальше все домостроительство тайн Божьих. Потому что Господь ничего не оставил тайного для спасения человека. Все явно. Только для тех это тайно, кто не рожден свыше. И тот, кому не предопределено стать верующим. И как раз вот я хотел вспомнить здесь пример на сегодняшний день привести. Это Андрея Кураева и вот этих отступников. Ну, не отступников даже, а хульников. Вот Андрей Кураев, он выступает и говорит об Игнатии Тихоновиче. И он как бы хочет быстро сказать, ну потому что неудобно. Представьте, человек такой величины, как Андрей Кураев. Ну мы-то все понимаем, о ком говорим. И кто хоть немножко знает церковь православную, и даже может не только православную, тот знает, кто такой Андрей Кураев. Да, он везде выступает. Телевидение, радио, он везде выступает. И он говорит такие слова. Самый, говорит, большой миссионер, великий на сегодняшний день. Называет Игнатия Тихоновича по имени, говорит, что он у него был, что он беседовал с ним. И как бы, ну, ему неудобно быстро проговаривать. А потом начинает вспоминать, и у него вот эти вот перлы, которые выдает Игнатий Тихонович, он начинает их прояснять. То, что он сам для этого не додумался бы никогда, но он показывает людям, как это. И он говорит о мощах там. Это Андрея Кураева можно назвать верующим человеком. Господь коснулся его сердца, это правда. Потому что так это, он, видать, это его тоже касалось. И когда он говорит, вы, говорит, понимаете, что он говорит о мощах? Он же говорит, вот там подборку сделают о мощах. Там, где святые оживали, не давали себя резать. Это вы понимаете, что он сделал? И такой, ну, я бы такого не смог. То есть человек, он видно, что переиллюстрировал все. И, ну, может быть, просто ему не хватило времени там что-то дочитать. Может, не хватает до конца, ну, там, малодушия какое-то. Но видно, что человек с верой к этому подошел. А вот эти вот, они вообще ничего не могут понять, о чем Игнатий Тихонович говорит. Они только, этот сидит Дудин, вы понимаете? Они берут Библию, ну, этот, сидит там такой, этот, с радионаушниками такой, который поп-то. Они берут Библию, начинают ее читать. Ну, ну, да, да, ну, и че? Ну, дальше, значит. Так они еще, это, берут толкование даже. А, ну, ну, кого толкование? Златоуста. Ну, и че? Ну, да, нормально. И еще даже это, Феофилакта Болгарского. Не, подождите, вы что-то там говорили такое? Вы, это, че вы нам перечисляете? Это православные все. Ну, берут, читают они, и хорошо. А то, да нет. И они после этого такие выводы делают. У них такие мысли. Такие глазенки сделал бы кран Дудин. И такой сидел. Это ужас. Это пропасть. Это бездна. Все, он дальше понять ничего не может. Ну, ты не можешь понять, так у Бога-то проси. Вот, сказано, он даст тебе, Господь. Если ты захочешь быть верующим. Ну, раз ты еще не уверовал, до конца не пришел. Ну, куда ты лезешь на этот Монблан? Научись сначала хотя бы ходить, ребенок. Так, что такое домостроительство, вот здесь прочитали? Прочитай еще это слово. Внимательно. Никуда не отклоняйся. Давайте, прям, больше сюда. Дальше. Слово домостроительство? Нет, ну, там не было домостроительство. Такого не было, да. Ну, там в начале самом говорится. Само читай начало. Ну, ладно, дальше. Нефесянам 1.20. Которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Толкование. Не сказал высоко, но превыше, чтобы указать на величайшую высоту. Ибо из крайней глубины он возвел на самую высоту человеческую природу во Христе. Конечно, о ней говорит как об умершей и воскрешенной. Так как божественная природа действительно не умирала, не воскресала и не возвышалась, как всегда бывшая выше всякой высоты. Итак, выше всякой ангельской силы воссела прежде презренная человеческая природа. Конец толкования. Что такое воссела человеческая природа? Природа мы как понимаем? А что он тут имеет? Что это березы, калина, малина? А о чем? Елена. Ну, когда Бог есть дух, он на небе был дух. И тут вот он соединился через Деву Марию с человеческой плотью. Жил как человек. Не имел греха, пострадал. И вот с этой плотью, он когда умер, он воскрес. И с этой плотью он уже воссел рядом с Отцом Небесным, по правую руку. Правильно я понимаю? В этой плоти человеческой. Это говорится об Адаме. То, что Господь, но это мы будем опять же говорить, домостроительство это как раз. Это тайн, потому что Христос уже всегда был, он победил, но первый был Адам. Вот в чем дело, плоть стала впереди. Хотя Господь делал явно святого, святое существо. Это понятно, там дерево уже, все было готово, но получилось вот так вот. Есть только выражение, Господь стал человеком, чтобы человек мог подобиться Богу. На само домостроительство, что дом строить, какой дом? Слово домостроительство, это сложное слово. Дом и строительство, какой? Божье домостроительство, в чем оно заключается? Храмы строить или что? Царство Небесное последнее заключение. Про храмы хотя бы слово говорится где-нибудь, что строили храмы? Для того, чтобы человек строил храм Божий внутри себя, внутри есть, вы, Царство Небесное, внутри вас есть. Поэтому мы должны этому храму служить больше, чем, ну вот, как мы больше служим плоти, чем храму, который внутри нас, то есть душе. А душе говорится о том, что душу мы должны спасать, живя здесь, исполнять заповеди. Как спасать? Исполнением заповедей. Поэтому храм, это для Духа Святого строить, наш храм содержать. Говорится о будущем веке, я так понимаю, домостроительство. Да, это будущее, потому что это мы для будущего, душа в будущем будет. Можно пример просто привезу? Можно, что мне хиты? Вот, допустим, сектанты говорят, вот хелиазма у них есть, тысячелетнее царство, они никак понять не могут. Вот это как раз есть одно из частей домостроительства, тайн Божьих. Это тайна Божья, Господь, они не могут для себя открыть эту тайну. Хотя в другом месте сказано, апостол Павел говорит, братья, вы не в неведении находитесь. Все, что нужно для спасения, уже сказано. Но, опять же, Господь говорит, а я приду, как тать ночью. Да, Господи, ну почему ты не можешь прийти, как милосевый отец, разбудить, погладить, спинку почесать. Почему теперь опять непонятно, как тать. То есть, это вот и есть эти тайны, но они для верных открыты. Нету тайн для нас, потому что Господь все стройно выстроил. Он уже этот показал, как будет строить через себя, все в основе Христос, со словами своими, с заповедями. И стройно возрастают апостолы, пророки, учителя, все это стройно возрастает создание. К чему? К Царству Небесному растет оно. Чтобы каждый мог достигнуть Царства Небесного, блаженной пристани этой. Господь говорит, хочу, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. Ну и там же в первых притчах Господь говорит, а это для тех, кто, для тех, говорит, его спрашивают, почему ты нам так говоришь, а им в притчах? Он говорит, потому что не принимают. И все время говорит, если имеет уши, да услышите, имеете очи, да увидите. Вот такой вопрос, как будто не по делу, я спрашиваю, что такое политика? Интересно. Политика, что такое? Можно как-то сказать так, чтобы конкретно, несколько слов, и понятно было, это политика? Говорят. Человек занимается политикой. Говорят, говорят. Чем? Управлением государством. О, кто это сказал? Искусство управления. Кто сказал? Сергей сказал. Это сказал Владимир Ильич Ульянов. Политика, это умение управлять государством. И теперь от бесконечно большого, ну дедуктивным методом, как у Шарлока Холмса-то есть. То есть по отдельным частям собирая, это тут отпечаток, тут пылинка, тут все, и он собирает вместе и вышел на преступника. Умение управлять государством. Но государство состоится из определенных федераций российских регионов. Умение управлять регионом. Чечнёй, Алтаем. Но Алтай состоит из отдельных городов. Умение управлять городами. Ну, города-то это улицы. Ну, правильно, умение управлять улицами. Дом, квартира, семья. Человек. То есть от бесконечно большого. Главная политика, умение управлять миром. Институт управления миром, оказывается, есть. Я когда разговаривал с политическими деятелями Алтайского края, я говорю, дорога ехали, я говорю, скажите, а вы сейчас по какому духу? Ну, я заместитель Карлина по сельскому хозяйству. Фамилию называю, все. По Теряевку мы ехали вместе. Я говорю, а вы могли бы вас сейчас избрать, быть министром сельского хозяйства в Индонезии? Да нет, конечно. У нас даже такие не изучали. Я говорю, а вы сейчас учитесь? Я учусь, он скажет, второй институт, или заканчивает, или за... Я говорю, нельзя заочно. Нет, это только при личном общении. Почему? Заочного отделения в медицинском университете нет. Исторически может быть. А это не может быть. Так вот, умение управлять государством, это строительство государства. Умение управлять собой. И когда мы все делаем то, что положено гражданинам делать, это будет государство. Умение домостроительства Божия, когда каждая по отдельности спасается. А для этого нужно встречаться со Христом, признание себя грешником, омытье в крови и войти в церковь. Для одного. А вот из отдельных единичек теперь составляются молекулы. А из молекулы сам предмет. И наше естество, наша природа, то есть человеческое, вот это гнилье, он преобразил, оно нетленное. Но оно осталось человеческой природой. Тело, глаза, руки, ноги. И вот эту природу, то есть тело человеческое, Господь вознес и сел одесную. То есть наша природа, природная, плотская, видимая. До этого он был невидимый. И вот из одного спасенного, с другим и слагается царствие Божие. Домостроительство Божие. И он устрояет это царствие. Как? Устрояйте себя дом духовный. Один, два, три семейки. Две семьи, улица. Три улицы, город. Пять городов, государства. Сто государств, мир. Дальше мы не можем идти. Так и у Господа. Первый век, второй, сотый. И конец придет. И везде должны устроять. Домостроительство. Это дом, который вбирает и вбирает живущих правильно. Люди еще никак не могут. Ну а как же, говорит, у них такой блуд идет, как у этих, а святыми назвал. Святые это церковь, а блудник он вне церкви. Его не отлучают, он должен быть отлучен. Почему святые отцы так предусмотрительно назначили эпидемию. А сегодня каноны не нужны. Вот обо мне, я еще раз слушал эту передачу. Мне пересылают из Греции. Ну, до того много присылают, но я их просто не смотрю. Ну, думаю, один откроет. Это, говорит, у них там по телевидению показывают. Я открыл, это мой ролик. Я там сижу разговариваю. Я во второй ролик сумелся опять про меня. Они мои ролики ставят там на аконе где-то. Там я где беседую, что иконы, это не идолы. Там другое. Как пришествие антихриста, о чипах. Ролики с нашего сайта берут. Ну, и там, как надо делать, ролик так и есть. Я мой голос слышу, и все. Вот тебе на. Откуда бы мне знать это было? И когда вот это вот считаешь, ты должен всегда перейти ту грань личного твоего восприятия. А как говорили святые отцы. И вчера один говорит, а что Игнатий? Другой его спрашивает. Разговаривает о другом, а обо мне больше половины передачи. И видно, что охота больше сказать. И боится меня потерять, видимо. Давно его знаете? Да, давно знаю. Это так сколько было? Ну, лет 20 я его знаю. Он тогда был, 25. Был во Фрунзе. И как он? Да он такой же был. А на пимой эти налево-направо разбрасывал. Игнатий налево-направо. В первую очередь ни налево, ни направо, ни одной. Он не говорит так, что Игна. Он бы сказал так. Когда мы разговаривали, Львов Николаевна, ободрись. Он прямо говорит. Он мог это сказать. Когда мы рассуждали о положении в Серпии. Игнатий, знающий, как законник, он открывает канонические правила и говорит, что если священник до 30 лет рукоположен, да извергнется. Диакона раньше 25 лет. А на пимой-то никакой нету. Извергнется, он и все, он не священник-то. Он этого-то не говорит. А говорит, что я сказал. Ну, я не сказал, а повторил. Да, я сказал, но это... Я-то какую роль играет? 50-е апостольское правило. 14-е правило 6-го Севернского собора. Он этого ничего не говорит. А Игнатий, он разбрасывается анафемами. А какой? Да вот женщина за аборт. А где анафема? Слова нет. Я говорю, Василий Великий. Второе правило. Женщина, убившая дитя во шреве, отключается на 10 лет. Он этого-то не говорит. А говорит, Игнатий разбрасывается анафемами. То есть, Бога не боится человек. Или память отшибла, или враждебно настроена. Покажи конкретно, где, какой анафемом я разбрасывался. Да, я говорил, 4 анафемы в Священном Писании. Кто не любит Господа Маранафа? И кто искажает Слово Божие, да будет анафема. Анафема. Я говорил, эти анафемы, они для православных. Не любят Христа и не любят Слово Божие. Нам зачем смотреть за католиками, за ваптистами? Не лучше ли, Кума, на себя оборотиться? И ты тогда увидишь, мартышка, что это про тебя так говорится. Про меня так говорится. Я вчера только слушал. Потратил больше часа ролик, час 14 минут. И там процентов, наверное, 70 времени про меня рассуждают. Это все в эфире выставлено. А я и не знал, что обо мне такие диспуты идут. И ничего нигде не сказали. Во свете Библии разбирайте. Во свете Библии. А он как говорит? Он говорит, надо отлучать. Да не я, говорю, канон. Они канон-то отбросили. Ну а почему? Я обливанец? Да я обливанец. Ну я же чувствую, я почувствовал. Я переродился. Да не ты в канонах переродился или чего-то. Там написано погрузился. Не смотрят, что Кирилл Ирсалимский говорит. Что я на Златоуз. Блаженый Пепелак. Наш материал о крещении возьми. Я привожу о погружении 136 свидетельств. Ты понимаешь, что это сколько проделано? Это Библия. Все до одного жития беру. Все до одного канона беру. А это 719 правил. И святые отцы. А это 300 томов. Оно мешает ей. Выбрать оттуда. Я 40 лет вытаскивал эти материалы. У него ни одного нет. А я почувствовал. Вот меня ладошкой полили. А я почувствовал. Я переродился. А переродился. Почему в тебе перерожденном столько неправды-то? Почему ты против перевода синодального бунтуешь? А почему ты взамен можешь что-то дать? Нет, конечно, почему? Отвлечь. Я знаю, это маневр сатаны. А если Библия неправильная? Так и по боку все-то. То вообще контроля никакого нет. Как так? А вот там начинают что-то придумать. Там в одном месте написано 3-4. Зачем тебе говорить? Когда перед ними такие люди прошли. Перед нами переводчики-то. Я помню, Смыслов был. Куда пошел? Этот. Стоит. Шахматиста. И поехал на уже номеровое первенство. Вышли они в пенал. С Робертом Фишером-то. Но такого еще никогда не было. На предыдущий, как называется-то, полуфинал, когда еще был-то, он, кажется, с Марком Тайманом встречался-то. И он его разгромил. Или Керес там был кто-то. 6-0. А нужно 6 очков набрать. 12 партий. С нулевым результатом никто понять еще не может. Такого в мировой истории не было. Да как так играть? Выходит, вы играть никто не умеете. Ну, а теперь-то Смыслов поедет. Он с ним играет. Та же самая история. Вот он ход сделает, а на каждого отпущено не больше 10 часов. Вот он нажал, вот у него часы, здесь две кнопки. Он нажал кнопку, все, время не мое. Тот нажал кнопку, теперь время мое. 25 глада крутится. Мое время, теперь его. Он нажал, тот сидел, думал, думал. Сейчас 40, кажется, думал, смыслов. А Роберт подошел и сразу толкнул. Он потом спросил, а почему ты не стал высчитывать? Я же пешку поставил тебе. А почему ты? Ну ты сейчас 40 думал. Что буду думать? Ты хорошо обдумал. Я не стал брать ее. Зачем нам думать? Я все это к одному наматываю. Святые сказали уже. 1500 епископов было на соборах. Тебе зачем крутить-то вот это маленьким умишком-то своим, молекулярным? В эмбриональном состоянии еще разум-то у нас. Я все удивляюсь. Вот кому-то маленько что-то дается, чуть-чуть там языка где-то или что-то, и вот начинают накручивать. Меня Бог избавил от этого. Бог услышал меня. Вот путь древний на нем. По нему идите. И с первого дня я уверовал. И говорят, ну а что у вас изменения было? Я говорю, однажды принятое решение, я не меняю. Никогда. Почему? Да как так? Все меняют, а он не меняет. Значит засох. По Библии. Я ее принял. Мне менять нечего. Толкования нечего менять. А мои решения? Вот он решение, сидел, вел занятие. Пересел на другую сторону. Пожалуйста, изменения. Это сколько угодно будет. Я думал так-то. Думал так, топить, не топить. Я себя меняю. И в людях, и в лагере, и везде. Но в отношении религиозных, 53 года назад я уверовал, у меня изменений нет. Мне Бог сразу открыл полноте, вложил и все. Я нахожу только углубление этого. Они переворачивают мои слова везде. Почему? Они не домостроители Божии. Они домостроители своего благополучия. О чем вы слышали за того, что считаю. Ефесянам 1, 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в 7 веке, но и в будущем. Толкование. Что бы то ни было, говорит на небе, оно ниже всего воспринятого и вознесенного. И он есть выше всех. Всех выше. Отсюда научаемся, что есть некоторые силы, которых мы теперь и назвать не можем. Тогда же будут открыты. Конец толкования. Ну я просто поясняю. Смотрите, 11 услышал. Христос выше всего. Равных ему никого нет. Он Бог истинный. Он обещанный Мессия. Он второе лицо Троицы. Зачем тебе менять вот это? Ты уже узнал это? Держи всю жизнь. Почему? Это святые отцы на соборах подтвердили. Не надо ничего менять. Ты уверовал, что Библия переведена правильно. Какие были авторитеты? А кто его знает? Хвольц, он еврей. Можно специально он портил Библию. Вот это данные есть. Нет, тут колобродец, сатана что-то. Ну откуда ты знаешь, что он делал это так? Я говорю, Александр Мень даже говорит, да вы что как? Ну а может это он из-за скромности так сказал. Что-то надо добавлять все время. Зачем тебе добавлять-то? Когда человек передо мной сидит, он говорит, да нет, я не такой переводчик. Я намного позиции ниже. Хотя я это знаю. Я у немцев в собрании на немецком языке проповедовал. Любой скажет, что я маленько что-то пить есть могу выпросить. Но я знал, что мои знания микроскопические, каким должен быть переводчик. Вот как. Это надо жить среди этих людей. А я ни одного дня не жил. Я искусственно сам, из книжек. Не надо никогда брать это выше. Сегодня я слышал, немцы когда уезжали, все-таки Аденаур приехал, с Молотом переговорили тут. И отпустили немцев. И вот, говорит, прощаться вышел молодой лейтенант. Не боела. Советский. Ты вдруг начал говорить с нами на немецком языке без акцента. Значит, жил как Кузнецов. В один в поле воин. Но он стал говорить, вот вас кормили мы здесь плохо. Вы понимаете? Но ведь у нас-то ничего нету. Самих-то. И вы знаете, кто в этом виноват. То есть немцы выходили, пустыня оставалась. Когда советские отступали, от Салина был приказ сжигать все. Фашисты пошли точно так же. Сжигай все. Давид, когда находил, завоевывали, тоже написано, все уничтожали. Где мы возьмем? Нет у нас ничего. И все, говорит, голову опустили. Говорит, мы тоже задумались, как это так. А как вам вот картошку подбрасывали? Они там вне зене где-то. Им бросают там бабушки. Наши в свой паёк кидают. И вы, да, русский народ добрый такой. И немецкий такой же добрый. С советским этим бросали так же-то. Но вы дальше-то загляните. Сейчас, говорит, наладится. Лет 10 пройдет. Но вы к нам в гости приезжайте. У нас по-другому. У нас все будет есть. Седем, как друзья-то мы выпьем, поговорим немцам-то-то. Лейтенант, говорит. И тут крик поднялся. Никогда! Никогда! А почему никогда, когда другие приезжали? Приезжали и благодарили Бога, что остались. Остались живые. По-другому не могло быть. Ты же вводил в плен. Сам пошел в плен. Взявший меч, от меча погибет. Мы зачем это отбросили-то? Вначале задумываются о Боге. Вперед! 1.22. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви. 1.22. 2.22. Глава там и тело. 2.22. 3.22. Потом будут цветные 64, и у нас книги пойдут уже изданно будут вот как. Видите, в твердом переплете, цветные фотографии. Я просто показать хочу. А к чему это разговор ведет? Ну вот он, увидишь. У нас на занятиях епископ наш, Евтихий, батюшка пришли. Вчера мне один сообщает. Книги-то, ну и все, в далеком. Я, как-то, ее переписал себе, это, снял копию. Я посчитал, во сколько она обошлась у нас. Вот у нас она 600 рублей сегодня. Повышает цену и все. Ну вот она где. Ну вот, снял ее на большие листы, вот на такие вот. И здесь фотографии, она не переплетевана, ничего. Нету. И она ему обошлась от 1300 рублей. В два раза с лишним дороже. И человек считает, что он все взял. Мне показывают с разных государств. Мы, говорит, книги ваши перепечатываем. Листами обыкновенные снимать. Поэтому мы оценить еще не можем, что Господь позволил нам сделать. Вот. Это домостроительство Божие. На вопросы, которые сегодня еще не отвечены. Они не знают их. И вот задают вопрос. Там есть такой батюшка, отец Владимир Головин. Город Болгар называется. Хороший батюшка. И говорит, а вот какое значение имеют свечи? Что сакрального в них? Он говорит, сакрального не знаю. Но для чего знаю? Для чего? Чтобы коптили стены и работа была. Потом мыть нам, иконы мыть и прочее. Больше не для чего. Я гляжу, когда говорили, Смирнов Дмитрий это же самое говорит. То ли они совпали, они те же вопросы. То ли подстроено так. Свеча не несет никакой сакральности. Один раз несет, только когда перед Евангелием несут. Свеча это означает Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, ничего нет. Иоанн Креститель знал, согласился на это или нет. Чтобы носили его туда-сюда. Никто не спрашивает никого. Надо расшифровывать наоборот. Вот ягненок был, что означает копыта, почему раздвоенное. Почему жвачка. Это надо разжевать сегодня эту жвачку. А не наоборот, все в одну жвачку теперь кинуть. Ну как в фильм «Искупление». Как в фильм «Искупление». И это, пришел там молодой раввин в дом-то свой, ну и в раввин. Я хотел сказать, что на примере сегодняшнего Писания мы видим, что Господь дал нам такие познания через апостола Павла, через других апостолов, которые очень сложно запоминаются или заучиваются и так далее. Ну как какой-то очень такой сложный стих, допустим, там непонятным языком даже написанный. И чтобы вот этого не было, нужно постоянное повторение с научением. То, что написано в шестом правиле. Сейчас, подождите, не в шестом. Девятнадцатое правило Шестого Вселенского Собора. Написано, чтобы епископы и все-все-все священники учили народ на ипачи воскресные дни. И благочестию учили, там еще написано вот так. То есть постоянно должен быть народ научен. И нужно постоянно некоторые места Слова Божьего прям зачитывать целыми отрывками. Большими, там меньшими. Но нужно постоянно их читать. Для чего? Чтобы народ был в евангельском духе, как об этом говорит апостол Павел. У нас этого повсеместно нигде не видно. Ни у католиков я это не слышал. Нет. Есть только это. У кого можно посмотреть? Это можно посмотреть у сектантов. Сектанты нам это оставили. И вот мы недавно разговаривали о нас с вами вообще всех. Обо мне, об этом человеке, с которым мы говорили. И обо всех, вот в общине кто-то, и кто сейчас всех слушателей, которые сейчас слушают нас, говорили о них. Мы говорили об Игнате Тихоновиче Латкине. Ну как он, будучи старобрядцем, ну можно сказать рожденным старобрядчеством, как он обрел рождение свыше. Этого невозможно было обрести. Потому что святые отцы никакой памяти о рождении свыше нам не оставили. Наши святые отцы православные. Вот так прям конкретно, чтобы были шаги написаны. Почему это случилось? Потеряна как раз вот эта сакральность, чтобы не потерялась, видать. Вот эти мысли не закладывались в написанное. Просто это понималось, что Дух Святой делает. И человек сам понимает. И поэтому говорит, кто вас будет учить, когда вы научены Духом Святым? Тут все понятно. И вот это взяли на себя эту миссию нести понятие о рождении свыше сектанты. Ну Господь так сделал. Он им это открыл. И Игнатий Тихонович это там увидел. Слово Божие там же ему дали. И вот то, что в нем назрело, он говорит, я избранник. А они там это цитируют. И опять я избранник, я избранник, я избранник. Ну то есть несколько раз. Вы сами не понимаете, чего вы копируете. Вы копируете то, что будет раскопировано когда-то, когда все поймут это в миллиардных тиражах. Не то, что вы там 10 раз это подряд. Но в то же время они же это пытаются, человека этим унизить. Игорь, не надо даже. Давай, Ксито. Не, я хотел рассказать как раз, что вот об избранничестве-то как раз нельзя было разговаривать с православным. Они не могут рассказать даже о том, родились они свыше или не родились. А избранничество вообще закрытая тема. Павел говорит, я избран другую матери. А как он знал-то, когда родился или когда пришел в сознание? Да, пришел. Слово избранник, посчитай сколько. Избранным, избранным, Павел говорит. То есть вся церковь избрана. Они избраны, значит и не выбраны. Много званых, говорят, но мало избранных. Ну званые, это для кого Слово Божие, когда дошло. Услышал, их зовет Бог, они не пошли. А избранные, это те, которые вот собрались. Избранные, но дойдут или не дойдут, это тоже вопрос. И еще раз спрашивают, ну и как он? Ну, дескать, вот люди охлажают, знаете, обо мне говорят. Он однажды там, когда получил Евангелие, он как вспыхнул. И так и не угасают. Начинают за упокой, кончат за здоровье. И говорят, и сразу, когда начинают что-то придумать, и сразу заикаются, заикаются, повторяют одно и то же, и гляжут полностью, у них уплыло. И они стоят, вот так и горит. Я вот заметил иногда, что люди начинают какую-нибудь историю рассказывать, и начало такое интереснейшее, ну вообще невероятно. Думаешь, сейчас заслушаюсь. А концовка за упокой. Вот когда начинают про Игнатья Тихоныча, начинают вроде бы, а потом смотришь, смотришь, и заканчивают на той же ноте, как ничего не сказали, ну, то есть перечислили что-то, а дальше попытки, как будто стена неприступная, как Вавилонская, 90-метровая, с башнями. Ничего так и не сказали, все ушли, нету никого опять. Я думаю, ну специально, чтобы распространялось слово, делают и все. Или вот как они там выставили ролик, там где о самолете, я говорю. А кто такой Илдат и Мадат? Скажи-ка сразу. Илдат и Мадат – это враги израильского народа, которые сказали, что все разрушат жилища Божие и истреблятся. Кто такие? Ну как? Мы получили духа, который Илдат и Мадат, Иисус, Анин говорит, а вот они же тоже пророчества. Это же пророчество. А они было сказано, куда прийти. Они не пришли, они встали, остались. И когда за ними послали, они встали, сидят и пророчествуют. Пророчествуют, да. Запрети им, Иисус на веру, запрети. А они же не пришли, сегодня опоздали на собрание, и еще там пророчествуют. И вы знаете, когда послали Саула, Саул разберется там, а он шел дорогой, и дух на него сошел, и он начал пророчествовать, и разделся, раздевать это не надо было, как сегодня снимать там, расстегивать, а в материи. И лежал до вечера, и поговорка пошла, Исаул, неужели во пророках? Знали, что к этому не прилипнет святое слово. А он как начал выдавать им, Израиль, слушай, шма, Истраэль, ну и пошел. Никто не может поверить. Исаул, его никто не может остановить, он пророчествует и говорит, как вот очарованный странник у лескового-то. Посадили его туда, бросили ему там сноб овса, ись, все это. Уже наказали его в монастыре, а он сидит оттуда, видно монахи колодец-то окружили, а он, будет война, обязательно будет. Мне говорят, молчи, а мой дух говорит, ополчайся. Ополчайся. И он ополчался на них. И они только смотрят, монахи, закрыли свет при на него, а он им оттуда говорит, переодеваться будете, вместо рязки шинель наденете, вы все пойдете. Потащит вас, наконец, на веселицу. А дух говорит, ополчайся. Я хочу молчать. Мне-то до того охота мирно уснуть. Еще подобного. Дух говорит, ополчайся. 23 стих. Которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Толкование. Чтобы ты, услышав это, не подумал, что именем главы называется какое-нибудь начальство и власть. Ибо и это значение имеет слово глава. Он говорит, что Христос есть глава церкви, как тело. И так же и сроден, и тесно соединен. И церковь есть полнота его. Ибо как тело есть полнота головы, восполняя ее своими членами. Так и церковь есть полнота Христа, наполняющего все во всем. Ибо Христос восполняется и как бы завершается всеми членами в лице всех верующих. Восполняется как бы рукой в лице милостивого человека и иным способом помогающего слабым. Как бы восполняется ногой в лице человека, предпринимающего путешествие ради проповеди И презревающего своих братьев И иным членом восполняется в другом верующем И таким образом восполняется всеми членами в лице всех верующих То есть через посредство всех верующих Когда один одну, другой другую указывает услугу Ибо тогда становится совершенной глава наш Христос То есть получает совершенное тело Когда мы все вместе будем соединены и тесно связаны Конец толкования Есть мысли какие у кого Мысли рояться просто Давай дальше, читай уже Вторая глава, первый, второй стих И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим В которых вы некогда жили По обыщению мира сего По воле князя, господствующего в воздухе Духа действующего ныне в ценах противления Полкование сразу идет Выше он сказал, что Бог в нас явил ту же самую силу и действие, что и во Христе О нем сказано, что воскресил его из мертвых и посадил его выше всех А потом, теперь говорит и о нас И вас, говорит мертвых Смертью не телесной, которая началась с Адама Но душевной, которая происходит от нас самих Смертью греха воскресил и воздвиг Итак, той же самой силой и Господа воздвиг от телесной смерти и нас от душевной смерти греха А изменение настроения души гораздо важнее воскрешения мертвых Как и выше сказано Мысль этого места действительно такова Но слишком растянута до слов Оживотворил со Христом Это будет в стихе 5 Так как много вставлено и есть повторение в словах Бог богат и милости Итак, сказав, что они мертвы И показав, каким образом мертвы Именно заблуждениями и грехами Он успокаивает двоярким образом Словами В которых вы никогда жили, а не теперь И добавлением, что вследствие порабощения дьявола вы грешили И не от вас зависело все А от помощника вашего Который так сильно властвовал над вами Вы грешили таким образом По обычаю мира сего То есть помышляя о мирском и временном И худо пользуясь этим веком Ибо не век сей зол Но злоупотребление им Он дал руководителя Поскольку, будучи тленным и скоро приходящим Может возбуждать нас к нетленному и неизменному А мы, предавшись тлению и течению его Сделали его не руководителем, а противодействием Князем же, господствующим в воздухе Он называет дьявола А не демиурга, как думают нечестивые манихеи Князем называют потому, что люди сами себя починили ему И более ему служат, чем Богу Однако такая власть его существует только в этом веке И не переходит за пределы воздуха Потому, что имеет место не на небе, а под небом Посему и Павел называет его князем Господствующим в воздухе Не в том смысле, что он господствует над воздухом И распоряжается им А потому, что он любит обитать в нем Ибо дьявол, будучи духом И живет в воздухе, как бы духе И до ныне в нем имеет власть и силу Властвует над теми, которые сами себя ему починили А некоторые под князем, господствующим в воздухе Разумеют князя воздушных сил Посему, говорят, и прибавил духа То есть князя и властителя всякого воздушного духа Ибо после того, как однажды саделся к князем Он, по-видимому, не лишился власти И после своего падения Не сказал принуждающего, но действующего Отсюда ясно, что властвует над добровольно ему подчинившимися Ибо если бы против нашей воли господствовал То принуждал бы И из следующего, видно, действует Говорит в цена противления То есть в тех, которые не повинуются Богу А повинуются ему, духу, добровольно Толкование закончено Ну вот, хотелось бы теперь подвести итог Апостол Павел подводит его Казалось бы, вот хотят люди узнать много Начинают составлять свои программы Разговаривать о чем-то Но перед этим нужно же очень хорошо знать Что сказал Господь И причем, когда Игнатий Иванович начинает разговаривать Мне он нравится Он сразу говорит, допустим, о канонах О законах Он говорит 983 правила и канона сразу есть Православной церкви Которые нужно знать Ты знаешь их и исполняешь Ну все, тогда можно сказать, что ты православный человек Что еще можно сказать Но начинаются разговоры Зачем нам эти каноны А к чему они Они уже устарели И до такой степени договорятся Что уже устарело даже Троекратное крещение А теперь от кого это все Кто такую сумятицу вносит-то И теперь нужно сказать Вот те люди, которые Начинают вот эти вопросы задавать Подыскиваться Вы одержимы духом Вот этим духом Злобы поднебесной Или только Рядом находитесь с ним Под его влиянием Или вы прям бесноватые Вы себя-то исследовали Или нет Как вы можете Свой шершавый язык Теперь поднимать На величие самого Творца Который уже дал заповеди Они нерушимы Их надо сначала исполнить Так а это еще не все Каноны это только начало А почему начинается через каноны? Потому что канонов Не так много по сравнению с Библией А Библия для них Это вообще Поле, которое бескрайнее Это бесконечность Они боятся даже читать Начать ее Библию У них сразу Ой, Ветхий Завет не надо Потому что там все О войне написано А Новый Завет Все равно никто Святыми не будут И где вы В беседе У православных Вы услышите Что кто-то сказал Святой брат Читай там Или еще там Избранный Божий Сын Божий Начинай там Что-то Никогда такого нету И не будет У православных Чувствуется уже Все закрыто Потому что Монашество Оно растворило Все, что Можно было Что можно было Действительно Святым сделать Везде поставлен Сейчас штамп Не просто вопроса А Как небытия Над тем Что Господь дал Как заповедь Свою И еще Сказал в 10 главе Евангелия от Иоанна А кто исполнит Заповеди мы Тот покажет Любовь ко мне И любовь Есть исполнение Закона Да Какой еще закон Ладно Из Библии Вы ничего не узнали А каноны А каноны Начинают попирать И топчут его Вот сколько Жеребцов Не хватит Пыли Кому доверились Мы Господи Простей Третий стих Между которыми И мы все Жили некогда По нашим Плотским похотям Исполняя желания Плоти И помыслов И были по природе Чадами гнева Как и прочее Толкование Не этим только Успокаивает их Говоря Что греховность Наша Происходит от дьявола Но и тем Что и сам себя И всех прочих Ставил в одно С ними положение Так как никто Не был безгрешен Похотями плоти Называют те Которые происходят Из плотского Мудрования Что он здесь Не порицает плоти Это ясно Ибо Исполняя пожелания Плоти Присовокупляет И помыслов То есть Не помышляя Ни о чем духовном Поэтому не плоти Достойна осуждения Но помышления Которые влечет К страстным удовольствия Или же таким образом Мы оскверняем ум Помышляя злое И плоти Совершая это А делами плоти Можешь считать Прелюбодеяние И тому подобное А делом помыслов Зависть Злопамятство И тому подобное Это сказано Вместо Мы оскорбляем И прогневляем Бога И ничто другое Были на самом деле Как гнев Подобно тому Как дитя человеческое По природе Есть человек Так и мы Так как И как сынами гиены И сынами Погибель называется Достойной того Так и чадами гнева Называется Делающие достойной гнева Слово же По природе Поставлено Вместо истины И подлинно Как и прочее Ибо никто не был Свободен от гнева Конец толкования Сегодня о мытаре и фарисее Я не знаю Почему вопросов эти Никогда не слышал я Может где-то кто-то говорил Вот мытарь пришел Бия себя в грудь Тут все понятно Господь его показал В стадии этой Но дальше-то Причи нет Он пришел первый раз Или не первый Или первый раз Он встретился с фарисеем На одной доске стали Только тот в конце стоит А этот Пришел И глаза не смеет поднять Ну а дальше-то Как притворить это в жизнь Только Разве одно только заложено Что За другим не смотри И все Кроме этого Ничего тут не надо Да зачем говорить О милости Не о всем тут Надо вообще Пришел Очень короткую сделать Призыв Будь мытарем И не будь фарисеем Но это было бы Слишком упрощенно А меня интересует Именно конкретно На сегодняшний день Для нас И лично для меня Православного Что я могу взять отсюда Я нашел Как сегодня говорю Полезно есть там и там Вот здесь И посмотреть Как это привьется на мне Сумею я сделать Или нет Плати десятину Поститься Что у нас положено Это парисей Но Господь-то осудил его Не за то Что он такой Он в одном месте Он и говорит Что надлежало делать И этого не оставлять Надлежало делать Это никак не отменено Ну а как это Ну как вот говорю я так Только это надо К себе применить И сослать на притч Говорят Сейчас пошло Это уже Подготовка к посту Еще сколько Три недели И пост Все уже Опять монахи закрутили Уже на Великий пост Только вот разговелись Где-то и опять Вот сейчас стоит вопрос Об отмене постов Да ну Об отмене постов Ну а как вы считаете Я считаю отменить надо И все Кроме Великого поста Среди пятницы Это апостольское 69 правило Остальные Шесть столетий Семь столетий Прошло Да что Семьсот лет Никто не спасался Что ли Это монахи Все давили И давили Под себя Но Я буду исполнять Мне это как раз Как раз то Что врач прописал Прямо По рецепту Не рассуждения Это никакого нет Вот Задают вопросы И практически не встречаешь Чтобы Так написано Господь говорит Как написано Как считаешь Как написано Даже сатаной говорит Написано Господу Богу поклоняйся Здесь ничего этого нет И вот Наворачивает Наворачивает Говорят Что-то И видно Что эти люди уходят Они до дома Никогда не донесут Почему А нигде не записано Как Кирилл и Мефодий Говорит Вела мне по воде писать Раз еще нет А когда Пописано Сказал где А ну-ка Откройте Братья Открыли Все Заложи закладку Ты придешь домой Выучи Все Ты батька Мне уже не нужен Я без тебя это знаю А у нас завтра Опять с этой же Разбитой корчагой Идет Вот свечи Для чего нужны А я сразу Ему вопрос задают А я думаю Какие Свечи Это вы в глаза Их не видали Свечи должны быть Чисто восковые Не ходить Не ставить Не продавать Одну свечку Зажгли Мы признаем И она там У нас сегодня Гляжу Сколько свечей Говорит Для чего они Никто не ответит Они не нужны Ну ради великого праздника Мне так приятно Но это другой вопрос Я так привык Мне нравится Его спрашивают Священник Очень известный И все отвечают Никакого значения Свяща вообще не имеет А она нужна Была для освещения Ну когда такая Лампочка Горит А то сколько Надо свечек Сколько здесь Священий В одной написано Вот и все Ну боятся сказать Наконец заговорили Слава тебе Господи Ну а дальше До чего вы не продвигаете Вместо этой свечи Зажгите другую Свет Там хоть Человек хоть Внешне видел А сейчас Ни внешнего Ни внутреннего Нет Ну так Дашь это Дополнять надо Это все И все Виси к себе К сегодняшнему Если мне Это польза От этого Пришел Поставил Пошел Назад Правило На правило Я нашел 170 правил Вообще Выбросили Кому-то Никогда Не было Как с кем Разговаривают Это временное Было То есть Они безбожники Я Гляжу К Библии Так Попы Безбожники Просто Притом Лютое Мстительное Злонравное И они Выискивают Вот на днях У меня Священник один Я его не знаю Он Только зашел Разговорились Так Молодой Видно Что Раньше 30 лет Ну и все Книги Надо ему Выписать А этот Гоняется Он сразу Его высчитал И он Назвал Место Где есть И сразу И сразу Начал его Заливать И сразу Жалоба На него В епархию А этот Мне священник Говорит Он у меня Напал А что Такое Сделал То Молодой Он уже И все А книги Еще Так В пути Идут Еще Не получил То есть Он Рыскает Везде А то Чисто Демон Какой-то А как Это Может Быть А то Человеку Несвойственно Человек Молится А это Какая Молитность День и Ночь А то Надо найти Высчет Эти Епархию Дать телефон Епархию Пожаловаться Здесь Они Нашего Архиерея Добили Гнобили И наконец Бросили То ли Ответили То ли Что А там Мстительность Чисто Сатанинская Мстительность Вчера Говорил так Кругом Измена Трусость И обман А что Нужно Сделать Сделать Еще Нельзя Добирайте Меру Отцов Своих Павел Говорит Готовится Расплата И они Должны До конца Добрать И наконец Один килограмм Последний Оторвет Этот канат Даже Когда На меня Выходят И люди Я говорю Фамилию Товарищу Называю Сейчас Они Начнут Видят На одного Сунулись На другого Кальмаев Марьясов Юрий Соборев Он Как Обрезал Ему От него Пыль Пошла От попа И Сразу Сразу Тут Я Ничего Нет Но Не Каждый Может Так Ответить Вывод Мы недостойны Вот Они Такие Вокруг Нас Чисто Сатанинский Характер Гоняться Набрать Товарищей Преследовать Это Ни католики Не делают Ни мусульмане Ни кто Только Православные Попы И особенно Когда связаны Как-то С миссионерским Отделом И часто Причащаются Если Чаще Причащаются Почему Это Не пришло На Россию Почему Это Буквально С первого Века Уже шло Не чаще Четырех Раз в году Почему Что регламентируют Ты хочешь узнать Как Пойди к старообрядцам Они сохранили Ни хамская реформа Не принято Сколько Четыре раза Никогда Каждый день Этого не было А вот Прощаться Грех Откуда взяли Что прощает Грехи Что только Причащение Там написано Не будете иметь жизни А вы причащаетесь Там одна мертвящина Никакой жизни нет Это Валянов погибель Болеете все время Многие больны Если многие больны Это означает Если ты нормально Причащаешься Жизнь тебе будет Бить И в старости Сочно Плодовитая И свежая Жизнь Жизнь временная Жизнь вечная Почему А кто не будет Прощащаться Не будет иметь В себе жизни Жизни нету Ни духовной Ни телесной Они сгнивают Прощащаются 40 лет Помер 39 лет Там Капранов сын Сам Отец Михаил Ну подряд Антония Здесь был 41 год Новосибирский Епископ Кажется 42 года Готова Нету Ну Я нахожу Только один ответ Это Жизнь и смерть В руке Божией И значит Бог что-то усматривает А что он показал Недостойно Причащаетесь Потому Многие больны И немало Умирает А вы больны И больны Подходите Под этот стих Немало умирают Все умираете Понимаете Я не хочу Думать Что за это Ну Библия подсказывает Я еще не вернулся Из заключения Прокурор уже умер Прокурора нет А сидел Такие брови Красавец такой Как Говорит Охряк На мясокомбинате Меня давил Прямо Яков Иванович Мордвин Следователь совсем Молодой Был вроде бы Помер Который Меня допрашивают Никого нигде Нету Я пришел В ровное поле Нету Которые нападали Тогда было В лагере То было Главное у них Был Самольсов Александр Московский Комсомолец Где-то Зарезали Нашли в подвале Ну не я же Орежу-то их Где-то А другое Там Еще хуже Ножами Всю задницу Исполосовали Говорит Профессор Он говорит Против вас Уступал Я даже не знал Ну маленько Задумайте Что вас ждет Дальше-то А были Исключения Какие-то Я не наблюдаю Не знаю У Бога Все вымерено И поэтому Домостроительство Божие Это устроение Созидание Праведности В человеке Через Христа Вопрос Что Так В Страсбурге Был подписан Тайный Подчеркнутый Международный Меморандум О создании Новой Планетарной Религии И нового Мирового порядка И он Вступает в силу С 1 мая 2016 года Что это значит Попробуем Ну кто это Автор этого В первую очередь Если он Тайный Как вы могли Узнать У меня Несколько вопросов Почерк У жены Вашей Похож Очень Ну не от кого На кому отвечать Кому отвечать Где-то В Страсбурге А почему Не написать Чтобы с Китими Было На Балтайске На Южном Может он Сон просит Растолковать Я не знаю Я не отвечаю На Ксивы Ксивы Это записка В тюрьме Если это Масоны То они Никогда Сроки Не назначают Это первое Никогда Они медленно Медленно Ведут А 2000 лет Подводят Христианскую церковь В полном размножении 2000 лет И Бог Делает медленно Господь Бог 55008 лет Готовил сосуд Который Вместит Сына Божия Деву Марию Легко Ну легко догадаться Что она была Необыкновенная Во всем Необыкновенная И в поведении И в характере И по виду И в походке То есть Там что-то было Все Зачем ему Так долго Готовить Бога избрана В народе От нужного Колена Все И вдруг 5508 лет Даже Человек Если Буквутата Готовят Натаскивают И то Восемь лет Это уже Два института Мужа кончится А этот 5508 лет Готовил Сосуд Ну ясно И рисует Младен Содержит Какая-то Цыганка С базара Страшная Черная Просто Глядеть Страшно А она родила Когда ей было 14 с половиной лет В 14 с половиной лет Она косяла Иисуса На руках Ну какая она Я видел Такая Смотрит Пространственная Она за тобой Голубу Поворачивает У наших Хвостинов Такая была Она дорого Стоила Такая Там Ну я понимаю Что действительно Так Не может быть И притом Она такая Которая не вызывает В человеке Отрицательных эмоций Никаких То есть На него Кто смотрит Он Смотрит на небо Вот Говорят Вот художник Хороший Один Второй Репин Ну а кто Самый хороший Хороший Художник Лучше Рафаэля Пока не было В мировой практике А у него Какая самая хорошая Сексинская Мадонна Картина Номер один Во всем мире Ну и посмотри Когда она шагает Ты видишь Она не вызывает В человеке Никаких И отрицательных эмоций Она шагает По облакам Она несет сокровища У меня стихотворение написано Несет сокровища веков Веков Младенца Друзья набилась Все время идет Ну Друзья Лукерия Ликерия Вот какая штука Когда смотришь Отрытым оком На все это Тебе авторитетов Никакие Да вы понимаете Это Златоуст сказал Ну Златоуст это здорово Но Златоуст не выше Бога Творение Златоуста Но Творение Златоуста Не может быть выше Библии Святой Не может быть Это нам Написали Написано Творение Приписываем Златоуст А вы в оборах падаете Вы Златоуста не знаете И он лежит у меня книга Сто проповедей Метрополита Корнилия Вчера мне прислали Как у него идет там Где-то Книга Я не знаю Как это называется Первый раз Когда Презентация Да Презентация Презентация Так у него там еще Маленькая бражурка Ну что Четвертый стих И время еще Бог богат и милостью По своей великой любви Которой возлюбил нас Толкование Мы делали дела Достойные Неумолимого гнева Но Бог говорит Не просто милости Но и богат милости И любовь От многой милости Ибо иначе Как бы мы Чего до гнева Удостоились любви Знак вопроса Конец толкования Так считаем И нас мертвых По преступлениям Оживотворил И со Христом Благодатью Вы спасены Толкование Здесь окончание Прежде начатой мысли А прочее Все Вставка Опять Христос Посредник И дело достойно доверия Ибо если начаток Первенец Жив То и мы Живы Так как Бог Оживотворил его И нас Его в действии А нас в силе теперь А немного после И в действии Вот необычайно Величие силы его И именно Что он Мертвых Сынов гнева Оживотворил В этом Упование Нашего звания С глубоким Душевным Потрясением Он высказывал это Изумляясь Неизвеченному Дару Божию Ибо Не трудом И не собственными Делами Говорит Вы спасены Но только Благодатью Ибо Что касается Дел Вы достойны Были Наказания И гнева Конец Справедливость Хорошее слово Или нет Должили мы Бороться за справедливость Ну как Василий Считаешь Справедливость Хорошее дело Для нас Хорошее Для Америки Ну к примеру Сказать Ты вложил деньги Тебе обещали Квартиру Пришел Вывески Нет Все сбежали Деньги уплыли Это несправедливо Обманщики А справедливость Все бы сейчас нашли Тебе деньги Вернули назад А их бы наказали Это справедливо Было бы Так мы должны Искать справедливость Или нет Ну это ветхозаветнее Око за око Зуб за зуб Собедливость А вном завете Милость Выше суда Милость Как сказано Привыше суда Справедливость И милость Это что-то Разница есть? Есть Милость Привызыва А вот так Написано Слове Божьем То что можно Обращаться в суд Если дела идут Житейские И так далее Можно в суд Обращаться Ничего такого нет Другое дело Когда между Духовными людьми Какое-то возникает И вот тут Справедливость Искать Тут у нас Свои уже есть Решения и каноны Какие-то Но Если говорить Божью справедливость Нам искать То Милость Божия Есть и слава Богу А справедливости Ох не найти Наверное нам Грешники Все написано Просто даже написано Попробую я сказать Что я безгрешный Я обманываю Бога И сам себя Предателем Оказываюсь Для Бога Ну а справедливость Она все-таки Это от Бога Это качество Чувства Желание Иметь справедливость Конечно От Бога Это качество Свойство В человеке Поиск справедливости Или От кого-то От другого От Бога Я думаю От Бога Потому что Раз всякая ложь от дьявола А справедливость Подразумевает Что мы ищем правду Да Вот это правильно И это чувство Я считаю Что от Бога Шире как-то Сделайте Чтобы понятно Любому Я за справедливость Глотку порвошу Ну можно Вот я скажу Справедливость Я скажу Справедливость Когда Вот Адам согрешил С Евой И Господь пришел И начал Им говорить Как все будет Вот это справедливость И говорит Господь Будет вот так Что Он будет тебя Жалить в пяту А ты будешь Поражать его в голову И справедливость Вот это справедливость И будет она Господь ее Прямо ее нам Рассказывает Как она будет происходить Ну и где-нибудь Мы видим Что в голову Поражал-то человек Адам И сын Иосиф Иофет Или кто Поражал голову Где это было Святые Змея Так уставят человека Все время Иов Многострадальный Поразил Ну а в конечном итоге Да Христос Умертвим Это да Именно так А Ну вот Чему Понятно А я вот такую фразу По моему А нет Патриарх Кирилл говорил Справедливость Без любви Это жестокость А А нет Справедливость без любви Это жестокость А любовь без справедливости Это слабость Правильно? Это не ищет изречения Справедливость без любви У меня суд рассматривает мое дело Одиннадцать лет Мне зачем их любовь-то По правде поступить У меня изъяли И наконец решается Надо в Москве найти Какая-то Амелина была В президенте Верховного суда СССР И тогда Повернулась все назад Я выиграл дом Где я сейчас сижу Мне справедливость Нужна У меня несправедливо Отняли Я реабилитирован Мне ваша любовь В чем она проявляется А они безразлично подписаны Она не любит Не любит Ничего нельзя сказать Она просто привыкла Так Ее никто не контролирует Подмахнула Бумага ушла А теперь по новой Начинаю Справедливость И вот это Поиск справедливости Где вершина Этого поиска Должна быть Где она у нас Такая же Несправедливая Что бунт Буквально начинается Ну где Бог Куда он смотрит Как будто никакого Бога нет Вот слава моя Сейчас кто-то вырежет Вырезаешь И будет Говорит Вот смотрите Вот так и говорит Вот чувство Несправедливости Довело до бунта Буквально Иова Он не счастюкал с Богом Он прям требовал Выходи на суд Я докажу Что я прав А ты не прав Вон они счастливые Что они делают Дети их прыгают Как козлята рядом Ни в чем нужды не имеют Кости наполненные Жиром у них Мозгами Злобно разношают Клевету Говорят свысока Ну Прелесть и гордыня В них В попах Им никакого нужды нету Живут на Кадиллаках Прихожан давят Насмерть И нужды никакой нету Кадилами Мужик на мужике Женится Говорит И ничего Им нет за это Да ладно Там они Там пускай Они Кажется Колбасят Что хотят Так они Меня Обижают Отнимают У меня Имущество Они Пакости делают А что Это нужно Я сразу Богу заявил Это несправедливо Абсолютно Несправедливо А они Отступили От крещения На меня Нападают За крещение Они не делают Не я Это они Не делают Господи Это они Виноваты Я Крещение Господи Все выбрал Твои места Которые ты сказал Я дал им Я обольщаюсь Очень часто Потому что Я думал Думал так Что сейчас Как все узнают Это Да тут Такое будет Все придут Да как Мои родственники Умерли Некрещенными Да вы что Попы сделали Думаю На клочки Разнесут Не тут Народу Нравится Это Народу Это нравится Ни к чему Не обязан Пришел Ладошкой По голове Ему До свидания Пошел На новые подвиги И пятимию Отменили Крещение Отменили Венчанец Над головами Держит Венцы На голову Не опускаются Венчанец Нет никакого Ослепшие Ничего не видят Ничего не надо Ослепшие Продажные Слепые Почему На исповеди Не спрашивают Священники Допустим Женщина Вот вышла Замуж Она Но он должен Ее спросить Хотя бы Один раз Ну ты как Муж Ты слушаешься Во всем Смотри Не будешь Слушаться То Господь Тебя нахажет Смотри Это тайна По отношению Церкви Это нельзя Он глава Ты должна Бояться его Где Простые слова Такие трактаты Пишут А ты конкретно Ей скажи Вот она растет Вот она Ева Она сейчас Уже никого Не слушается Но А вот как раз Несправедливость Златкова Это лучшее Доказательство Того Что будет Суд Божий Она должна Быть справедливость А ее нет На этой земле И он Умирает У него все есть До самой старости Пенсию получает 257 тысяч В месяц Лужков Которому не доверие Президента Там Тысяч В 1-4 месяца Миллион Вот пенсионный фонд Который раздает Людям Ну какие пенсии Это А который Начальник поставил Он получает У него Оклад 1,3 миллиона За счет чего Какие пенсии Начальник пенсионного фонда В России 1 миллион И 3 десятых Показа Там Пономарев Какой-то Кто И когда Видит Эту несправедливость И человек Живет И ему Никакая холера Не мешает Доживать И он Живет Сыр Мысли Явное дело Что Справедливость На земле Не Торжествует Не занимает Своё место И он Говорит Отсюда Вывод Бог Справедлив Значит Не здесь А в другом Месте Будет Справедливость Торжествовать Это говорит О том Что будет Суд Божий На перстнике Разбрата Есть Грозный Судья Он ждёт До времени И он Не доступен Звону Злата И мысли И дела Он знает Наперёд Когда их Ещё нету Ещё не родился Исафа Я его Возненавидел А Якова Которого Будут Давить Я его Возлюбил Вот когда Всё это Посмотришь Такая Коротенькая Жизнь Вот сколько Где Когда было И никого Нигде Нету Как будто Как будто Не было У моей мамы Было 10 детей И она Говорит Как будто Никогда Я не рожала Ничего Ничего Всё забылось А осталось Только то Что на сегодняшний день А кого Больше всего Мама Тебе жаль Она Десять пальцев Любой Укуси Говорит Всё больно У меня Как раз Десять пальцев Десять детей Справедливости Надо искать Надо добиваться Путём судов Всего Если это Восторжествует Значит Бог ответил А нет Значит Перешёл Этот вопрос За сторону Гробовой доски К вечности Справедливость Это Здорово Все Конституции Мира Как бы Образно Сказать Построено На римском Праве Добивается Справедливости Ну как Справедливость Допустим Ну я тебе Сделал Завещание Большое Сделал Корабль На свой На яхту А ты Завтра Женился Но договор Дарственный Я тебе Сделал Сегодня А потом Ты развёлся С ней Она не имеет Права Претендовать На это Потому что Она никакого Участия Не была Но если Когда вы Жили вместе Я подарил Вам яхту Теперь Она будет Ничего нет Понимаете Столько вопросов И все Решить можно Согласно Слово Божие Слово Божие Нет Ну мнение Ну какое-то Мнение Такого Такого Михаила Игоря Игнатия Оно временное Докажи Так говорит Бог Так написано Точка Аминь И на этом всё Что там По времени У нас Ну всё В принципе Можно закончить Всё время Кончилось Молитесь Пожалуйста 2.5 Закончили Какое место 5.32 глава Надо записать Ефицианам 6.1 Баб Я ничего не помню Вы же вышли Адель Васильевна Вас не было Конечно Сейчас молимся Прослушаешь Потом А, да Верно Так, подожди Сейчас молимся Будем Помолимся Потом пойдёшь Играть Так Стой спокойно Грекерия Иди сюда рядышком Дедушка Иди Вот здесь Боже Милостив Будем Игрешным Создав Име Господи Помилуй Име Бесчислав Игрешил Господи Прости Меня Грешного И помилуй Отец Небесный Прими Нашу Молитву Просим Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Благослови Нас Дабы Слово Твое Распространялось Через нас Чтобы Все были Движимы Духом Святым Довериться Водительству Твоему Даруй мир Израилю Россию Украине Сирии Где идет Война Помилуй Нас Наследие Твое Поставь Твою Святую Охрану Пошли Добр Жители Вселения Наши Расширь Пределы Общин Побуди Братьев Сестер На Благовестие Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Отец Небес Прими Нашу Молитву Воздиания Рух Как Жертву Вечерней Благухани Приятной Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини Нашу Молитву С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе На земле Господи Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву О всех Западавших Нам Молиться О них Спаси И Помилуй И Благослови Этого Младенца Гликерию Дай Добрый Разум И Послушание Будь Милостив Хвала Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Говори Господи Слушай Ты Слыши Тарап Твой Аминь Слава Иисусу Христу Она крестится Хорошо Молодец Все Кого отвезти До остановки Я Поеху Мешочки Отвезут Гали Я Специально Вас Отвезу Скажи Надежда Она Покупает Милостив Покупает